Проверить свои силы и возможности в высоком возрасте. В Наринмаре прошла традиционная спартакиада среди ветеранов и пенсионеров Нинецкого округа. В этом году спартакиаду приурочили не только ко Дню пожилого человека, который ежегодно отмечается 1 октября, но и к юбилею известного в округе спортсмена, инициатора и организатора первого окружного спортивного праздника «Северное сияние» Ивана Иосифовича Чупрова. Три восьмерки, все шикарно. Три восьмерки, то интересно, с годами посмотришь, как, у кого, что. Ну, самое главное – общение. Ну, а потом, конечно, спортивный результат. Тоже интересно, на что ты способен. Ну, мне 71 год, ничего, еще молодой. Для Евгении Кудряшовой, представительницы женской половины участников спартакиада – настоящий спортивный праздник. Шанс проверить свои силы и возможности. Прихожу, глаза горят, просто вот, как, вот, настроение такое поднимается хорошее. Вот, и очень жду каждый год. Какая любимая дисциплина у вас? Стрельба. А как успехи? Успехи – второе, третье место есть. Ход хожу за первым, никак не могу занять призовое место первое. Кроме стрельбы, участники соревнуются в дартсе, шахматах и шашках. Победители и призеры определяются по наибольшему количеству набранных очков по каждому виду спорта. Традиционно к участию в спартакиаде допускаются мужчины в возрасте от 60 лет и женщины от 55. Сегодня в регионе созданы все условия, чтобы окружные пенсионеры могли бесплатно заниматься любимыми видами спорта, посещая секции настольного тенниса, стрельбы и плавания в спорткомплексах «Лидер» и «Норд». Для них выделены определенные часы и дни. Ветераны наши любят приходить на соревнования, любят участвовать. И судьям зачастую тяжелее судить соревнования ветеранов, чем детей. Потому что они тут за каждое очко бьются. Им еще интересно, что там они 70 лет, 75, у нас такие были, что и 80 лет, они еще соревнуются. Им это очень интересно. Организатором традиционной спартакиады выступил Окружной совет ветеранов Неницкого урга. Благодаря финансовой поддержке компании «Лукойл» спортсмены, занявшие призовые места, получили денежное поощрение.